Так, можешь мне? Ладно, сама. Достанешь? Достану. Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Лиса в Америке. С вами Алиса. И Денис. Эти тапочки-мишки. Милота. И мне кажется, это очень красиво будет. Да, сочетается хорошо. Как вам наборчик? Супер? Мне кажется, да, бомбовский. И второй вариант, его тоже можно сюда применить. Это тыковка такая. У нас сейчас вот день благодарения. Так что будет у нас шапочка и такие пинеточки. Так, пошли коробки. Для меня это реально как распаковка потерянных. Я не знаю, что внутри. Да. Ага. Так, это подружки тоже наши. Подарочек. Поэтому убираем коробку. Так, друзья, большую коробку взяли. Посмотрим, что здесь. Ага. Здесь тоже быстрый доступ. Смотрите, какие интересные варианты. Ух ты! Я сразу достала. Здесь было два товара. К этому мы сейчас перейдем. После того, как посмотрим, что здесь. Значит, здесь вот такие расцветки. Пять топиков для кормления. С таким же принципом. Быстрый доступ. Быстрый доступ, да. В общем, пока ничего не могу сказать. Здесь, обратим внимание, там потолще было. На ощупь они очень приятные. Но это какая-то синтетика. Не катон. Но очень гладенький такой, нежный, приятный. Вот. В общем, надо все мерить, смотреть, как оно будет сидеть. Удобно, неудобно. Цена хорошая. Расцветки тоже. Моделька такая интересная. Так что вот такие вот я еще топики заказала. Так, следующая коробка. У меня тоже этого товара, кстати, приспособления, да, так сказать, не было с предыдущими детками. Первый раз использую. В общем, это, друзья, подогреватель для бутылочек. Мы использовали раньше обычным способом. Подстроив воды. Теплые воды. Но оказывается, все современные люди уже используют. Есть нагреватель специальный. За пять лет много чего нового появилось. Ага. Так, смотрим. Ах ты. Папа любит всякую технику. Аппаратуру. Подал гаджеты. Ух ты. Ой, он какой-то такой замороченный. Мне придется, наверное, просто разорвать. А, он вынимается здесь. А, вот это. Слушай, вот так. Вот это да. Разорвало леса все пакеты. В общем, сюда наливается вода. Так, это как-то вставляется, не знаю. В общем, это, наверное, когда маленькие бутылочки вставляются. А это для больших. Вот так она вставляется. И самое интересное, что здесь вот можешь заснять. Есть режимы уже, которые можно использовать. Ты выбираешь тип бутылочки. Стерилизацию можно делать. О, классно. Да, даже подогревать здесь можно детскую еду в баночках. В общем. Не, именно еду потом. А, окей. Тоже подогревать. Классно. Да, и как бы, когда бутылочка высокая, здесь как-то должно открываться. Ага, вот. Получается, когда уже совсем высокие бутылочки, она просто так приоткрывается. Идет пар, и он нагревает. Что удобно, можно даже температуру выбрать. В общем, это очень удобно. Вот так, таким образом подогреть. Рассчитано на две бутылки. Так что нам эта вещь очень пригодится. Ну что, следующая коробка. Уже сколько всего, да, мы показали. Да. Это вам не хухры-мухры, а серьезная закупка. Вау. Смотрите, коробка в коробке. Это, кстати, почему-то открытая. В смысле? Не знаю, открытая. Так вот. И здесь у нас... Ну что, та была открытая, коробка в коробке, но здесь все запаяно. Так что беру этой фирмы, потому что брала в предыдущие беременности, меня все устроило. Хотя, мне кажется, у всех фирм они, наверное, одинаковые. Это вкладыши. Чтобы не было вот таких прекрасных кругов от молока. Особенно в ночное время. Просто удобные одноразовые вкладыши. Вставил. Этикетку снял, вставил. Они сделали свое дело, поменял. В общем, чтобы оставаться сухой и не ходить с потеками молочной фермы на одежде. Нам это знакомо. Огромная, да, такая упаковка. Тут их 200 штук. В общем, очень нужный товар, друзья. Так, следующий товар. Это одинаковый товар, просто в разных размерах. Друзья, это насадки на соски вместе с коробочкой. Они такие силиконовые. В двух размерах. Какой больше подойдет малышу, чтобы он хорошо, в общем, сосал, так сказать, не давился. Решила сразу заказать 20 мм и 16 мм в двух размерах. Очень нужная вещь, особенно на первое время, потому что у меня лично дети разгрызают все очень сильно. И без этих насадок просто адская боль. Поэтому я уже, зная, как оно будет, заказала такие насадки. Так что, если вдруг опять нагрызут, нагрызет, грызунчик маленький, я смогу использовать такую насадку, испытывать меньшую боль. И здесь интересно, я пока открывать не хочу. Она идет вот таким вот образом, с вырезом. Это для того, чтобы, когда малыш упирается носиком в сосок, он слышал запах и чувствовал прикосновение именно к ореоле соска. Поэтому здесь есть такой отступ. Именно для носика, так сказать. В общем, такие вот насадочки. Есть еще два таких мешочка. Я один открою, второй нет смысла. Он такой же. Они и потом пригодятся, но я их заказала сейчас. Хочу с малышами нашими, старшими, позаниматься. Кое-что у меня есть там один проект. И чтобы ребятки стол не поцарапали, они очень так клеятся, знаешь, на стол. Силиконовые, а с той стороны такая клейкая поверхность. Вот такие силиконовые коврики для проекта. Поскольку деток трое, пришлось брать два набора, в каждом по два штуки. В общем, силиконовые коврики для наших старших деток. Хорошая вещь. Ну что, у нас такая есть большая коробка. Открываем ее. И смотрим, что у нас здесь. О, не дорезала маленько. Та-дам! Что у нас здесь? Та-дара-рам! Ага! Так, здесь у нас, папа, витамины. Мне очень рекомендовали подружки мои вот такие витамины. Они есть и для женщин, и для мужчин, и для беременных. Именно вот этот витамин-коут называется. Они идут натуральные. Здесь как бы высушенные экстракты всякого, которые помогают, в общем, для мамочки, для кормящей мамочки оставаться в тонусе, быть насыщенной витаминами. Поскольку меня от многих витаминов тошнит, сказали, от этих не будет. Ничего не могу сказать. Надо пробовать. Надеюсь, что поможет. Вот. И именно от этих меня не будет подташнивать. И я буду насыщена всей минеральной витаминной группой. Еще мы достаем это две сумочки. Сейчас мы покажем, что за сумочки. Мы сейчас сложим все, уберем из кадра, и потом снова включимся. Так, открываем этот пакет. Несчадно его разрезаем. Посмотрим. Я заказала два варианта, чтобы какой-то из них оставить и выбрать. Второй обратно отправим. В общем, это такие рюкзачки. Дайпербэк. Получается, что у нас здесь? У нас здесь вот такие мягкие шлейки. Ручка такая большая, две. Можно как сумочку нести. Маленький кошелечек. Так, внутри у нас такой отдел. И здесь для бутылочек. Чтобы бутылочки вставлять. Это для бутылочек. Потом вот такой отдел есть. Сюда можно сменную, например, одежду положить. Сбоку у нас, с этой, наверное, стороны, вставляются салфетки. Ага. Сразу прорезь такая. Да, сразу уже идет прорезь. И вот такой вот есть отдел. Не знаю, что сюда. Водичку можно поставить. И смотрим главный отсек. Так, здесь у нас идет коврик для пеленань этого. Ну, смены памперсов, да. Такой он раскладывается, удобно. У нас везде есть пеленальные столики. В каждом магазине, кафе. И вот так стелется. И сверху кладется ребеночек. И меняется. Непромокаемый. Все как положено. Вот. Ну, а здесь уже такие пошли тоже разные отсеки. Тоже памперсы. Все можно сложить. Такой вместимый. Кстати, а вот это что? Еще один отдел. О, смотри какой. Еще такой отдел. Для ноутбука. Да нет. В общем, я не знаю. Сюда что угодно можно сложить. Столько отделов. Такой вместительный. Смотри, широкий. В общем, все-все сюда складывается для ребеночка. И вот так вот на прогулку или на коляску повесить. Удобно. Давайте откроем вторую сумочку и сравним. Так, у нас второй. Что я хочу сказать, что, скажем, да, это не наполненный. Что я уже вижу, он легче. И мне это уже нравится. То, что он легче. Ну, давай эргономику посмотрим. Давай. Вот такой мешочек с этими. Держи. По-другому сделаны. Смотрим, что внутри. Они очень похожи между собой. Поэтому я решила заказать два. Значит, здесь тоже шлейки мягкие. Но там были такие с пупырышками, якобы дышащие. Но они больше натирать будут. Вот эти меньше будут натирать. Точно так же здесь карманчик такой для салфеток. Такой же карман и здесь для бутылочки. Также отсек для бутылочек. Тут вот для двух. Там для трех. Тут для двух. Потом у нас ручки. Ручки чуть короче. Такой вот отсек. Давай посмотрим вот этот большой. Ага, точно сумочка такая. Но ткань там, мне кажется, подороже. Какая-то на ощупь так подороже. Здесь вот тоже самое. Сеточка тоже такая более грубая здесь. Чисто как смотреть по материалу, тот качественнее. Ну и внутри два вот таких отсека. И мне кажется, та открывалась ниже. Нет? Вот здесь тоже есть такой же коврик. И вот такой отсек. Ну, они очень похожи, конечно, между собой. А ну дай мне еще раз тот рюкзачок. Видишь, он как-то шире открывает. Хотя мне это так кажется. Но он такой, как-то внутри, такой более добротный. Вот этот. Этот попроще. Ну, очень похожи. В общем, друзья, мне предстоит выбрать между вот этими двумя рюкзачками. Единственный такой большой минус, это то, что этот тяжелее. А так он, конечно, получше. Смотри, я тут еще одну молнию заметила. Какой-то такой отсек есть. Можно сюда что-то припрятать. Тут есть такой? Тут тоже есть такой. Смотри. Такой потайной карманчик. В общем, два рюкзачка. Очень между собой похожие. Какой-то из них мы оставим себе. Пока не знаю, какой, друзья. Буду думать. Оп, оп, оп. Давай, давай. Рожаем. Просто воздух, да, не заходит. Рожается урночка для памперсов. Ура. Ура, с днем рождения. С днем рождения. В общем, такая вот урночка. Огромная. Она такая высокая вообще. Давай посмотрим. Откроем ее. Тяжелая. Она же должна быть устойчивой. Что там внутри? Лиса, не громи дом. Это это, пакетики. Сейчас покажу. Ну что, открываем. Алиса раздавала урночку, разгромила полдома. В общем, такая урночка. Классная. Вот педалька. Она должна иметь вес, потому что, чтобы не падала. Ну да. Чтобы было устойчиво. Вот педалька. А что там открывать и закрывать? Дай механизм покажу. Получается принцип такой, что двойная защита. Защита от запаха, да? Да, идет крышка и там еще внутри. Да, да, да. Ух ты. И там еще, смотри. А ну сделай. Видишь, она как двойная внутри идет? Да. Вот. Тыринь. Угу. Смотри, сюда вставляется такой мешочек с содой, который тоже впитывает запах отсюда. Угу. Крышка закрыта плотно. Сейчас мы откроем. Вот этот мешочек с содой. Их надо покупать, они как... Ну, сменяемые, да? Да, да. Вот так выглядит инструкция. Сейчас, может быть, здесь есть внутри механизм показать. В общем, принцип легкий. Сюда идет такой мешок большой, вставляется кассетный. Вот. Вот эта кассета сюда вставляется. Давай ее, кстати, может быть, вставим? Распечатаем. Это идет обычная, но еще не с запахом продает. Я бы купила еще с запахом. Он как дополнительно, знаешь, будет. В общем, что хочу сказать. Сейчас папа у нас ставит за кадром. Очень классная вещь. Но ее актуально использовать, пока ребенок не начинает есть прикорм. То есть до 6 месяцев. Да, где-то в 6 месяцев я... Ну, даже раньше, может быть, 5. В зависимости от ребенка. Ну, где-то актуально это будет, друзья, месяцев на 6. Очень удобно, чтобы эти памперсы не кидать в общую мусорку, не бегать с ними по всему дому. Возле пленального столика ставится. Поменял ребеночка, выбросил и все дела. Вот. Значит, вот такой вот кассеты хватает до 270 памперсов. Но это, скорее всего, для самого маленького размера. Ну, то есть где-то 200 памперсов на одну вот такую кассету. Она сменная. И потом ты меняешь на новую. И также продолжаешь использовать, пока это актуально. В общем, друзья, вот так это выглядит. Мы открыли, вытащили этот мешочек. Завязывается узелок. В общем, такой мешочек внизу. Когда он наполняется, ты просто обрезаешь, завязываешь узелок. Вот. И здесь узелок, получается, вяжешь. Сейчас закроем. Лиса, не ломай. Вот так это выглядит. Вот. И здесь вот таких мешочков будет очень-очень много. Пока вставлю с этим в полиэтиленочки. Потом бебек родится уже откроем. В общем, вот такая вот у нас классная штука для памперсов. Поставим возле пеленального столика. Будем с удовольствием использовать. Очень такая нужная вещь. Такая замечательная распаковка получилась у нас товаров для ребеночка и мамы с магазина Амазон. Я надеюсь, вам было интересно, понравилось. Нам было очень интересно. Тебе было интересно? Конечно. Я же не видел этих товаров. Так что вот такая вот у нас закупка огромная получилась. Это еще, кстати, не все товары. Часть товаров я уже распаковала за кадром. Потому что у нас, в общем-то, в эту беременность так случилось, что схватки рано начались. И был такой день, что мне показалось, что мы поедем уже рожать. Поэтому мне надо было быстро собрать сумку в роддом. И я, в общем-то, часть товаров, которые пришли, распаковала. И, в общем-то, поэтому они уже не в коробках. Но я надеюсь, что смогу вам показать. Там немного, но, тем не менее, еще есть товары для малыша. Ну, а это была распаковка именно товаров с Амазона, коробок и пакетиков. В общем, друзья, спасибо всем. И, как всегда, желаем вам мира, любви и добра. До скорых встреч. И нам желаем легких родов. В общем-то, и пусть у всех будет все хорошо, друзья. Все, пока. Все, всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok